Что-то оброс, слишком молдно начал выглядеть, когда волосы пышные, я прям молд. Нужно постричься, чтобы выглядеть постарше. Ребята, большой привет! С вами Раиль Арсланов, и это Хижина Музыканта. Для начала всех поздравляю с наступившим Новым Годом, и сегодня хотел поговорить на тему уличных музыкантов. И по этому видео назвал, как стать уличным музыкантом, дам пару советов, потому что в этом году у меня был опыт работы уличным музыкантом, и довольно немалый опыт. Всё началось в мае, друзья, по совсем другой причине, не по денежной, как вы могли подумать. 8 мая было, тогда я с другом, который в это время купил пилотки, и на Авито везде, в общем, продавал их по низкой цене, ну и зарабатывал себе, как говорится, спекулянт. Я хотел ему помочь таким вот образом. Мы хотели выйти на улицу Баумана, и чтобы он встал около меня. Я был в пилотке военной, и он тоже. Я пел военные песни, а он в это время продавал. То есть мы вместе, чтобы работали. Очень интересная затея была. Всё сейчас буду говорить о Казани, потому что живу там. Поэтому местные сразу поймут, что к чему. 8 мая было, мы вышли на улицу Баумана, самая главная улица центральная, где очень много туристов. 8 мая, преддверие грандиозного праздника, Дня Победы, мы вышли. Я без подключки, чисто с гитарой, в пилотке начал исполнять военные песни. Но улица большая, много народу, много шума, поэтому меня слабо было слышно. То есть люди, которые проходили рядом, только могли слышать. В общем, пока там мой друг Айнур подходил с пилотками, я исполнял песни военные. На всякие разные тематики тоже исполнял песни, но больше военных песен было. Там «В руках автомат» больше всего исполнял, потом «Тёмная ночь», «Нойза». Вот эти самые мои любимые и более современные песни. Продать, друзья, много не удалось, потому что нас практически не слышно было, да и народ что-то был вялый. Мы пошли в метро, там я немножко тоже попел, пару монет кинули, но это вообще ерунда. Мы не основывались на коммерции в плане вот подачек, а хотели именно попробовать продать пилотки. Всё это у нас не получилось восьмом. Мы решили девятого сделать то же самое, но я очень сильно расстроился восьмого мая, потому что очень много энергии приходится на игру и пение, а отдачи никакой. То есть тебя не слышно просто-напросто. Или ты стоишь в таком помещении, где слышно, но даже в метро гитаристу с вокалом нужно сильно долбить, чтобы слышно было. Ну, разные помещения есть. Или уже покупаешь, или берёшь в аренду всякие комбики. Вот к этому вопросу я хорошо подошёл. И девятого мая я взял у музыканта, который также играл на улице Баумана, большую колонку, ну, короче, оборудование, там микрофон со стоечкой, гитару подключил к комбику, и давай петь. Девятый мая мы вышли, встали, народу полнище думали, вот столько денег зарабатываем. Бессмертный полк прошёл даже, было уйма людей, уйма, друзья. Но результат чуть-чуть плачевный, потому что денег хватило лишь на оплату вот этого оборудования, которое мы взяли. Я играл и пел, около меня стоял баянист, который я взял, чтобы он играл соло, как в песне «В руках автомат», там в конце есть соло. Мы эту песню уже делали кавер много лет назад, на старом канале можете посмотреть. Вдвоём это получается ещё пополам, каждому деньги нужно разделить. Народ собирался, конечно, вокруг нас, очень широко стояли, у нас колонки мощные, слышно, как мы поём, всё круто, но из-за того, что народ застаивался, то есть они слушали, как мы поём, им нравилось, а потом они уходили, не кидай деньги. Мы заработали очень мало денег, получилось около 1700 рублей. Хотели вообще полторы отдать за аренду оборудования, но отдали там рублей 700, и по 500 оставили друг другу. Вот, то есть баянисту и мне. Сейчас даже видео посмотрите, кусочек покажу. Народ сегодня попадался в Ниоси, ребята, мы собрали за два часа, около 1600 рублей, на полторы скажем, пришлось отдать за аппаратуру, и нам осталось практически ничего. Два часа пели разные песни, абсолютно разные. Ну, вот такой вот итог. Петь на улице Казани, на улице Баумана. Праздничный день сегодня, между прочим, 9 мая. И вот такой лишь итог. Думали, будет больше. Рассчитывали на 34 тысячи, а оказалось очень бедно. В планах было не заработать, ещё раз говорю, а просто попробовать себя в этом деле впервые. Я, то есть, первый раз, можно сказать, с колонками всё официально. Народу полно. Вот, вышел, собрался и спел. Это не так легко, как вы думаете, на самом деле. Думаете, ой, музыкант там вышел, что-то спел. Это тяжело, психологически. Во-первых, улица большая, на тебя столько глаз. Твоя игра – это всего лишь мелочь на фоне огромных зданий, можно сказать. И ты... Всё, что у тебя до этого получалось, может здесь не получиться. И просто мы хотели людей поздравить с праздником, с 9 мая. Действительно, патриотически подошли к этому вопросу. Оделись даже так, пилотки и всё такое, напомню. Даже вот сейчас могу включить отрывок того, как мы исполняли песню на улице Бамы, на городе Казани. Смотрим. Может быть, я вернусь, как я не буду этим городом захлебусь, 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 Тогда у меня ещё голос пропал был совсем недавно И я не успел восстановиться к 9 мая Вот разные проблемы, друзья, есть у личных музыкантов Голос может пропасть на следующий день И пропасть, и ты уже не сможешь петь Вот в чём дело Итог 9 мая таков Но мы очень хорошо взбодрились Просто на подъёме было Всё получилось, все песни практически вышли Если бы Беннис не лажал местами Он там хряпнул чуть-чуть И что-то пошло не так местами в соляках Ну а так, первый опыт был таков Было круто С комбиком намного круче Тебя все слышат У меня была паника Я играл, меня никто не слышит Никто не обращает внимания Это очень плохо А когда есть колонки, все тебя слышат Останавливаются, смотрят, это круто На Баумана есть несколько людей И кавер-бендов, которые как раз-таки Выступают со своей аппаратурой Без неё там вообще делать нечего Есть всякие алкоголики, наркоманы Которые стоят там Цоя споют Кароль и Шут споют Но их никто не слышит То есть они сами по себе там Около гостиницы Шаляпина встанут И всё В общем делают Следующий опыт был уже летом непосредственно Когда я узнал, что можно выступать На набережной у Казанки Тоже в городе Казань Там есть переход Прямо на набережную Переход переходом Акустика просто бомбезная Там такие лирические песни Очень хорошо идут Друзья, запомните, где есть хорошая эхоакустика Лучше исполнять лирические песни Они сильнее заходят Это по моему опыту Почему я пошёл играть? Первое, хотел себя испытать То есть чисто на пон взялся Смож, Раиль нет Смож, нет Типа как говорят Вызов Я сделал себе вызов Ты должен, Раиль, выйти И спеть два часа Это не так легко Я пришёл с чувством, ну туда Что это не совсем моё Ой, сейчас на меня так посмотреть Как на попрошайку То есть я вышел, чтобы деньги заработать чисто Ну а на самом деле у меня Чисто ради опыта И для решения вопроса Смогу ли я Я туда вышел Я, друзья, смог Было неприятно, сразу скажу Впервые приходить Там расчехляться Смотрит что-то Ой, сейчас запоёт Опять этот музыкант Ну в голове у каждого свои тараканы Ну в общем я вставал и пел Пел два А то и три часа Было Это очень тяжело После этого потом мышцы вот эти Которые зажимают все баре Просто немеют Большой палец немеет Начинал, кстати Бары уже получались хуже На свой вопрос Смогу ли я Я ответил Я смог, друзья Я доказал себе Это самое главное Доказать себе Что-то То есть я думал Я не смогу это сделать Потом я себя вот Убеждал, что ты сможешь Раиль Почему другие могут и не можешь Чё в этом сложном Ты сколько уже выступаешь На больших сценах, друзья А на такой вот Уличной сцене Нифига, да? Но это всё-таки, друзья Всё отличается На сцене ты себя чувствуешь По-другому На улице по-другому То есть это тоже большой колоссальный Сценический опыт Уличный опыт Тоже очень человеку нужен Там ты Более близко общаешься с народом Видишь их реакцию И глаза И разговариваешь с ними И узнаёшь много полезного Какие я вывел для себя Плюсы от выступления Уличным музыкантом Первое Это я стал Больше раскрепощенным Вот это самое главное Что мне сильно помогло Второе Я начал больше общаться с людьми И более спокойно это проделывать Потому что там Очень много подходит Много общаешься Все твои какашки И Страхи уходят Третье Это Я выполнил Свой челлендж Свой вызов И доказал себе Что я могу Вот три фактора Ещё есть много мелких Но об этом не будем Ну четвёртый пункт Это то, что Стал лучше петь То есть Ты там два Три часа поешь Друзья Это большая нагрузка На голос Но если конечно стараешься Все твои вокальные И игровые данные Улучшаются Особенно если ветер Погодные условия Могут помешать тебе играть Но ты стараешься Даже несмотря на это Исполнять На холод Вокруг На холод В пальцах И продолжаешь это делать Отдаёшься полностью Тренируется вокал Ты попробуйте Друзья Петь два часа Без остановки Там Ну Останавливаясь На пять минут Это такой Колоссальный опыт И большая нагрузка На голос Что не очень полезно Скажут Всякие Учителя По вокалу Но пикетс Это всё Разогревает Твои связки Ты начинаешь Лучше петь И точнее попадать В ноты Это большой опыт Что вам и советую Друзья Я выходил на набережную Несколько дней В первый день Я собрал немало денег Около 700 рублей По тем меркам Там Другие музыканты Удивлялись Оу Раиль За час собрать 700 рублей Да ты Молодец То есть другие там За два Три часа Данную сумму собирали А у меня за час получалось Потому что репертуар Был полезный Об этом мы тоже Чуть позже говорим Поговорим На следующий день У меня получилось меньше 500 Потом я начал просто Бахать Мощнейше Отдаваться полностью Больше двигаться И я перевалил За точку Тысячу рублей Там Потом поездка В Туапсе была Я вернулся в августе Снова Вышел последний разочек Перед отъездом домой Джалиль И там я просто Друзья Бахнул так бах Бахнул Рекорд Если не ошибусь Потом точно напишу Был 1500 рублей Что ли В этом районе За Два часа Вроде бы За два часа Это был рекорд То есть Чем дольше поешь Конечно больше денег Но За такой короткий Сделать такие деньги В Казани Это очень Очень круто Вот такие вот данные То есть Ну это все таки Сезонные вещи Можно летом только делать Следующий вопрос Это встают Проблемы С другими музыкантами То есть бывало Бывало Эксплуатация С милицией Они могут тебя Прогнать Ну в нашем случае Все нормально было А в Москве Если это делать То там вообще Лицензия нужна На то чтобы петь Друзья Сейчас с этим вопросом Все сложнее Сложнее Всякие законы Сдаются В Москве Особенно на Арбате Теперь Что-то там запрещали Летом что ли Осенью Ходить петь То есть Забирали ментовку Вот Вот Людям нечего делать Да Вот мешает Творческим людям Зарабатывать И Реализовывать себя Даже пусть В народе На улице Не понимая Этих людей Этих депутатов Которые там Всякие законы Принимают левые Какой черт Им до этих Музыкантов Когда В России Так полно Множество Больших Грандиозных проблем Которые Прямо Глаза бросаются Они Занимаются Какими-то Мелкими делами В масштабе России Не поймешь их Поэтому друзья Сейчас подводя итоги Хочу дать вам Пару советов По тому Как стать Уличным музыкантом Поехали Допустим Представим Вы Хотите стать Уличным музыкантом Или Покупаете инструмент Ради Этой цели Что Не самый лучший вариант Первый Выбираем Нужный инструмент То есть Который Хорошо будет звучать На улице Всякие инструменты Которые Очень тихо звучат Там не подойдут То есть Нужны яркие Звонкие инструменты Если вы поете То это круто Акомпанировать Себе на акустической Гитаре Вполне возможно В переходе Где Шума поменьше Есть эхо Круто Еще часто Используют Виолончель Саксофон Флейту Скрипочку И так далее Ну там Баян Аккордеон Баян Аккордеон Неплохо звучат Также В таких помещениях Но На улице Больше духовые Хорошо звучат Саксофон Прям может прорвать Весь воздух Его слышно везде Аккордеон Баян Они Все таки Хуже Мы выходили С баянистом Двоем Пробовать играть Двоем Еще более-менее Так мощно Если один На Баумана То Слабенько слышно Я привык Чтобы на тебя На меня Обращали внимание То есть Нужно Мощно Звучать Колонки нужны Или Что-то в этом роде Чтобы Не в пустое Время прошло Так что Друзья Первое Это Выбирайте Нужный инструмент Который будет Очень хорошо На улице Слушаться Я бы сам Играл на саксофоне Если честно Всегда мечтал Об этом инструменте Второе Это Репертуар Подбирайте Репертуар Который Самый Самый Популярный Самый Популярный Известный Песни Которые На слуху У каждого То есть Чтобы каждый Прохожий Мог тебе Подпевать Особенно В свой Репертуар Включайте Новые песни Как я это делал Я пел Экспонат Очень хорошо Пошел Крида Песни Хорошо Тоже пошли И Да, друзья Нужен большой Репертуар У меня В репертуаре Было Около 20 Готовых Песен В то время Потом Я Прошло Время Поменял Репертуар Чтобы Не повторяться Из-за того Что я стал Переходить Там нельзя было Остановиться Людям Они все время Проходили И из-за этого Деньги шли Друзья Это секрет Один запомните В открытом помещении Могут Скопиться вокруг тебя И слушать И деньги не кинуть А в том месте Где узко Все проходят И деньги кидают То есть Не останавливаться Слушать Ну конечно же Если хорошо Исполняешь Что я заметил Я Подстраивался Под народ Который подходил То есть Я вижу Идет более старшее поколение И начинаю сразу петь Луч солнца золотого Очень хорошо Зашла эта песня То есть Все подпевают Взрослые тоже подпевают Красивая песня Так Луч солнца золотого Акустика просто шикарная Балдеешь Поешь Следующая песня Которая Хорошо пошла Это Пицца Пятница Открываю вам секреты Друзья Какие песни учить Недавно закинул кавер Очень хорошо Песня пошла Не знаю Почти Люди всех возрастов Эту песню знают Поют Потому что Слова очень знакомые Если бы не пятница Все знают Добрые душевные песни Вот такие добрые душевные песни Нужно петь А не заход Пел Цоя И как ни странно Люди походу устали От этого артиста Потому что Каждый уличный музыкант Имеет в репертуаре Песни этого артиста Наверняка устали Поэтому хотели Что-то другое Но Я там одну только песню спел Поэтому Выбирайте те песни Которые Не Заезженные Но Очень приятно Послушать Что я пел Что я пел еще Я пел песни Андрея Леницкого То есть Лирику мощнейшую Чтобы цеплять Цеплять девчонок Многие Подходили потом Вау Спой еще песню Леницкого Там Девочку Мою Дай мне знак Дышу тобой Такие вот песни Исполнял Мощная лирика У Леницкого И звучит В таком Акустическом месте Очень просто Хорошо Конечно же Исполнял Крида И всякие мелкие девчонки Балдели от этого Хорошо Песня зашла От группы Тестостерон Это не женщина Там Подходят Я пою Они селфи снимают Как я пою Вместе со мной Ушел Допел Потом Подходят А Можете еще разочек спеть И давай Опять снимать Видосик Вместе со мной Не знаю Сейчас где это видео Если меня смотрит Эта девчонка Привет Ты была прикольной Мало таких Зажигалочек В большей степени Люди стесняются Ну были девчонки Которые сами подходили И вместе со мной пели А знаешь эту песню А знаешь эту Вот Репертуар нужен Такой подбирать Чтобы он был интересным Под всякое Поколение И сами тоже Смотрите Кто идет Постарше народ Пойте такую песню Идет братва Пойте Макса Корже Все такое На губной гармонике Играл Тоже очень атмосферно Получилось Красиво Душевно Губная гармоника Уже Разным Возрастам Понравилась Поэтому Вот такие вот Песни Друзья Подбирайте Ну конечно же Песни Группы Ари Чижико Все они Их знают Люди Поэтому Берите себе В репертуар Третий пункт Звучит таким образом Не умеешь играть Не выходи То есть Есть люди Которые Полнейшим образом Не могут нормально Зажимать аккорды Поют криво И их неприятно Слушать Зачем выходить Тренируйся Дома пока что То есть Третий пункт Учтите друзья Если вы только Только там Выучили Пять песен И пошли играть Это плохо Нормально Сделайте Хотя бы Чтобы Потом обкатать Чтобы люди Могли слушать Четвертый пункт Играйте всегда стоя То есть Если у вас Не тяжелый инструмент Больше двигайтесь Улыбайтесь И еще одна подсказка Никогда не подходите К людям Со своей шапкой То есть Бывают же Эти попрошайки Которые вместе с вами Играть Подходят Эти бухарики Заколебали Цой поют Шапкой Подходят Подайте Вот Человек идет Я иду Мне неприятно Когда ко мне так подходят Поэтому я никогда Не беру такого человека Чтобы со мной Он подходил И собирал деньги Я иду по Маумана Никогда не могу Спокойно пройти Это вот Самое худшее То подходит Подайте На благотворительность На лечение Детям То С шапками Вот Киньте там Пять рублей За Цоя Всякие стикеры Раздают И так далее Короче Куча Всякой Ненужной Вещи Спокойно Не можешь Пройти Вот этого Тоже не нужно Делать Пятое Это одежда Не одевайтесь Как бомж Нормально Приредитесь И все Уже общее впечатление Будет хорошее То есть Двигаемся Улыбаемся Отдаемся душой Поем Нужный репертуар Подсматриваем Какой народ идет Находим ту песню Которая понравится То есть Это уже психология Поэтому в репертуаре Держите много песен Не пойте одно и то же Каждый день Добавляйте новые песни Это для вашего развития Чтобы народ Побольше радовать Больше Драйв в вашей игре Больше Души вкладывайте И конечно же Старайтесь Друзья Не как попал там Группа Круги На рукаве То есть Старайтесь Старайтесь Вокал Вычищайте Пойте громко Тихо тоже не нужно петь То есть Старайтесь Друзья Чтобы голос Звучал чисто Круто В ноты попадали И как профессионал Себя вели Не как попрошайки Которые сидят Лишь Чтобы заработать На мухло свое Много музыкантов В конце Баумана сидят там И Чисто зарабатывать На мухло Один лежит Там спит уже Эти непобритые Уже которую Неделю поют Чтобы потом Пойти вечерком Бухнуть И опять там же На Баумана уснуть Это ужас Если хотите на этом Нормально зарабатывать Относитесь к этому вопросу Так же профессионально Еще раз напоминаю Какая картинка у меня в голове Я бы кинул деньги Тому человека Который поет Во-первых Очень красиво Поет Нужную Красивую В данное время Песню Может это вечер Там Лирику нужна То есть По погоде Подстраиваться Под настроение людей Под праздник То есть под ситуацию Под народ Который идет Двигается хорошо То есть Не только вот так Все время стоит Хорошо поет Отдается душой Все это складывается В хорошее впечатление Профессиональное Куда хочется кинуть деньги Вот и все дорогие друзья Пишите теперь Ваши отзывы По поводу Уличных музыкантов Как им стать Я сегодня вам рассказал Ну и все Я думаю Не забывайте подписываться На музыкальный блог Хижина музыканта Будет много интересных тем И не только Разборы с каверами Будут вот такие вот Философские Интересные Практические темы Где с вами Можно поговорить О том о сём Чтобы мозги Немножко отдохнули От музыки Но все же Тематики будут Связаны и с музыкой Так что ставьте лайк Если понравился разбор Кидайте новые темы Которые можно Обсудить с вами И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok